Система ЖКХ меняет молодежь. Сегодня прошел финал пятого городского конкурса «Лучший молодой работник ЖКХ». Каждый участник разработал проект, который упростит некоторые процессы в жилищно-коммунальной сфере, а также повысит ее качество. Вот какие предложения поступили от молодежи. На конкурсы выставили различные проекты. Чаще всего участники предлагают то, что еще никогда не применялось в городе. Например, прием заявок от населения посредством мобильного приложения или установка складных опор освещения. Такие подвижные конструкции значительно упростят работу, уверен автор идеи Руслан Маннанов. У нас на дорогах применяются обычные опоры, применяется спецтехника для этого. А с применением складных опор у нас уменьшаться будут затраты на обслуживание этих линий. Ну и пробок не будет на дорогах. Были среди проектов и те, которые уже частично реализуются в набережных Челнах. Например, Татьяна Суркова, сотрудница жилком сервиса, представила на суд жюри новый сквер «Три девятые царства», который появится в поселке Зябь летом. А главный инженер Челны водоканала познакомил снова с системой онлайн-контроля за качеством воды. Этот опыт челнинцы переняли у москвичей. Начальник смены технолог будет в онлайн-режиме видеть всю картину, происходящую на сооружениях, по анализу мутности. То есть, если сейчас данные анализы выполняются раз в два или раз в четыре часа, то данный показатель будет определяться онлайн, как бы, 24 часа в сутки постоянно. Финансовой поддержки для победителей конкурса не предусмотрено. Но многим участникам все же удалось воплотить свои проекты в жизнь. В первую очередь рассказать, показать эту идею. И здесь у нас и исполнительный комитет руководителей, которые уже берут это за основу. И многие проекты при поддержке исполнительного комитета как раз и реализовываются. Всего в финал прошли 9 человек. Кто смог удивить жюри и занять призовое место, станет известно 30 июня, в День молодежи.